Нижнекамске идет активное строительство новых домов, но при этом не всегда находятся дополнительные средства на благоустройство дорог прилегающей территории, а также обеспечение жителей доступными детскими садами, школами и поликлиниками. Таким образом, жильцы новостроек оказываются отрезанными от благ цивилизации. На встрече депутатов стало известно о запланированном строительстве двух новых детских садов. Предварительно два детских сада, 34 и 35 микрорайон, строительство мы планируем начать в этом году. И два на следующий год, но это пока предварительное. А вот 34 и 35 микрорайон, большая доля вероятности, что мы начнем строительство в этом году. Что касается прокладки новых трамвайных линий, то об этом говорилось не раз за последние годы. По признанию депутатов, воплотить в жизнь этот проект непросто. На строительство новой трамвайной линии, которая свяжет новые микрорайоны города с существующей сетью общественного транспорта протяженность 12, более 12 километров. Проектная документация разработана, есть положительное заключение экспертизы. Стоимость строительства общая – это около миллиарда рублей без закупки подвижного состава. Плюс подвижной состав около 270 миллионов рублей в объеме 10 единиц. Планируется, что в будущем новая линия станет логичным продолжением действующей транспортной ветки и протянется от улицы Баке-Урманче до Кольца мира строителей. Вот правда, когда проект будет воплощен в жизнь, пока не ясно. Еще одна тема, поднятая на встрече – ремонт дамбы на Красном Ключе. Гидротехническое сооружение рушится на глазах. Если в какой-то момент оно не выдержит натиска воды, то в зону затопления попадет немалая часть дачных участков. Из-за отсутствия финансирования дамбу много лет укрепляли то строительным мусором, то асфальтной крошкой, но все это временные и неэффективные меры. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Уже на этой неделе состоится встреча расширенной комиссии. Тогда и станут известны все подробности. Общая протяженность этого объекта более 12 километров. Мы совместно с Министерством экологии Республики проведена большая работа по подготовке обосновывающего пакета документов. Есть проектная документация, есть заключение экспертизы, стоимость реконструкции общая это 777 миллионов рублей. Ну и напоследок представители народа обсудили тему нехватки в городе пожарных частей. Такие выводы были сделаны по результатам проведенного анализа. Еще одно пожарное депо необходимо на юго-западе города. Руководство исполкома направило обращение в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики. Каким будет решение, пока неизвестно. Продолжение следует...